Меня зовут Анастасия Павлович. Работаю я машинистом РУМ в цехе отгрузка селитры. Машинистом РУМ я работаю уже 16 лет. Начинается рабочий день, я прихожу к бытовку, переодеваюсь в рабочую робу, прихожу сюда в цех, получаю задание, сколько чего надо загрузить, каких полувагонов. Если это крытые, то прихожу на свой полуавтомат, сажусь, включаю, ну и начинаю работать. Одеваю мешок на рожок поочередно, и он идет к конвейеру, по схлизу вниз, к грузчику уже в крытый вагон. Технику управляю полуавтоматами, также установкой биг-бэк, где загружаются мешки по 500 и по тонне. Потом с помощью конвейера они продвигаются, и с помощью кран-балки мы их ставим в вагон. Физическая сила в этой работе очень нужна, и выносливость. Обучаемся мы, когда приходим уже сюда стажерами. Вообще пришла я на завод, мне, наверное, было 22 года. Устроилась я сюда в цех отгрузки уборщицей. Но увидя, как работают машинисты, что у них большой коллектив и дружный, перешла через год машинистом РУМ. Потом закончила Московский государственный университет машиностроения, и попробовала себя в роли инженера. Но поняла, что это не мое, и вернулась опять машинистом, уже в роли бригадира. Я смотрю за своей бригадой, чтобы все работали быстро, шустро и хорошо, и качественно. Самое главное, что надо в нашей работе, потому что у нас очень ответственная работа. Есть люди, которые производят селитру, а мы ее уже отгружаем. Поэтому все должно быть качественно. И вес, и завязка мешков, и застилка. Удобрения отправляются на внутренний рынок, в страны Азии, в Америку. Ну а города – это Брянск, Липец, Воронеж. Пао Дорогобуш изменил мою жизнь, потому что самое главное, что он дал мне работу и позволил найти любимую работу, потому что мне очень здесь нравятся цехи отгрузка. Движение – это разнообразная работа, потому что у нас не монотонная работа. Мы можем грузить и на полуавтомате, и бигбеги, и зерновозы. Очень интересно. Машинист Рум должен обладать самым главным качеством – это физической силой, выносливостью и, конечно, ответственностью. Молодому специалисту я, конечно, советую держаться наставником, слушаться его, ходить везде за ним, никуда не отходить. По работе могу сказать одно – пусть ищет работу по душе, потому что если работа не нравится, то тогда и не захочется работать на ней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!